На плохие условия труда и антисанитарию жалуются машинисты канализационной насосной станции в селе Мирное в Хабаровском районе. Отсутствие спецодежды и инструментов – это не самая главная проблема. Вот со всеми подробностями Татьяна Репина. Вот это через каждый час мы разбираем вот так. И я руками оттуда, и полем, и все, вытаскиваю, шнязу, кидаю вот туда. Там и туберкулез, и гепатит, и холера, что хотите. И вот пахнет. И канализация. Насос от сточных отходов машинист насосной станции Николай Коробковский чистит голыми руками. Делать это приходится каждый час, иначе насос может сломаться. Перчатки у работодателя, говорит, не выпросишь. На свои деньги их покупает сменщица Наталья. Отсутствие спецодежды и мыла – не главная проблема. Вот все провода здесь, видите, вот все. Все капает. Вот дырка, вентиляция сейчас такая у нас. Это вообще ужас. На здании 1976 года постройки висит табличка «Посторонним вход воспрещен». Насосная станция МУП «Куканская» считается режимным объектом, но попасть на территорию может любой желающий. Не дай бог, вы видите, ребенок упадет, он не выйдет. Я буду сидеть в тюрьме, к пенсии выйду как раз. Ну вот, все капает. Так это еще небольшой дождь. Отдыхать машинисты на смене вынуждены в вагончике с протекающей крышей. По словам Натальи, работодатель на жалобы реагирует, но бездействует. Пришел мужчина, чтобы делать крышу. Все тут это, расписался, посмотрел, все описал. Этот вагончик уже раз 10 измеряли, чтобы ему молчали. Он написал все, ну думаю, что-то пойдет. Ничего не идет. Главный инженер МУП «Куканская» говорит, что ремонт насосной станции запланирован на лето. Тянули, потому что не было денег. Цена вопроса – 700 тысяч рублей. Теперь деньги нашлись. Ремонт кровли, ремонт несущих стен. Ну и планируем еще поменять щиты, для того, чтобы исключить момент проникновения несанкционированного. Всего под контролем МУП «Куканская» 104 объекта в Хабаровском районе. Первым делом, по словам главного инженера, ремонтируют самые ветхие сооружения. Что касается защитной одежды, по словам руководства, перчатки и робо машинистам не нужны. Они осуществляют осмотр и контролируют работу оборудования. Сами работы выполняет либо персонал аварийно-установительной бригады, либо подрядная организация. На условия труда сотрудники канализационной насосной станции пожаловались в прокуратуру. Оттуда жалобу перенаправили в трудовую инспекцию. Последнее письмо машинисты писали в 2020 году. Как отреагировали надзорные органы на их обращение, журналистам в инспекции комментировать не стали. А машинистам посоветовали отправить официальную жалобу еще раз. Татьяна Репина, Константин Пестерев, телеканал «Губерния».